Друзья, всем привет! Подписчики и зрители этого канала, с вами я, Эдскрайбер. Сегодня великолепное сравнение двух суперских телефонов. Один из них настолько суперский, что каждый сейчас скажет, да вообще, как ты можешь сравнивать какой-то Honor с Redmi Note 7? Redmi Note 7 это же просто космос, просто фантастика. Я уже вижу, как вы просто строчите комменты, да ты чё, Redmi Note 7, это просто космический телефон, просто невероятный. Как ты вообще его мог сравнить с каким-то там Honor? Но, друзья, поверьте, я пришёл к интересным выводам и этими выводами хочу с вами, друзья, поделиться, потому что Honor 10 Lite действительно оказался великолепным конкурентом Redmi Note 7. Начнём мы с комплектации. Комплектация здесь, по сути, одинаковая. Провод, зарядка на 5 Вольт 2 Ампера, скрепка и чехол. Есть и в той, и в другой версии. Иногда Honor 10 Lite попадается с наушниками, но это, возможно, китайская версия, в официальной версии, в общем, наушников нет. Вот такая история. По сути, здесь 1.1 по комплектации. Второй момент, по которому будем сравнивать, это время работы батареи. Итак, мы зарядили оба телефона на 100%, только что я их отсоединил от питания, выкрутил яркость экрана на максималочку и включим видео на YouTube на полчаса и посмотрим, какие будут результаты этого теста. Итак, подходит к концу, последние секунды заканчиваются. И обратите внимание, батарея на Honor 10 Lite 3400 мАч и он сел всего лишь на 2%, друзья. Всего лишь на 2%. Я просто в шоке, как это так? И Redmi Note 7 батарея на 4000 мАч, всем вам знакомые, сел на 6%. То есть 94% сейчас осталось на Redmi Note 7. Представляете, тест на время показал, что Honor 10 Lite живучие. Как они это делают, друзья, я просто, честно говоря, не знаю. Но вот факт остается фактом. Honor 10 Lite выигрывает. Да, то есть его система таким образом оптимизирована, что просто-напросто не кушает батареечку. Третье, почему мы будем сравнивать, это процессор и видеоскоритель. У Redmi Note 7 660 Snapdragon, всем нам давно знакомый, построен по 14-нанометровому техпроцессу. Видеоскоритель Adreno 512 и в Antutu он вбивает приблизительно 144 тысячи баллов. Honor 10 Lite, новый процессор от компании Huawei, Kirin 710, построенный по 12-нанометровому техпроцессу. И видеоскоритель Mali-G51. Это один из ответов на вопрос, почему Honor меньше кушает батарейку, потому что здесь по 12-нанометровому техпроцессу построен новый процессор у компании Huawei. В Antutu он вбивает приблизительно 138 тысяч баллов. И здесь, конечно же, выигрывает по всем параметрам Redmi Note 7. В плане железа он, конечно, крут, но на самом деле отставание Honor совсем небольшое, друзья. Прям вообще небольшое. Но факт остается фактом, Redmi Note 7 здесь заслуживает плюс свой очередной. Следующий параметр, четвертый, это экран. Экран в первом случае в Redmi 6.3 дюйма, это IPS матрица Full HD плюс разрешение. Во втором случае 6.21 дюйма IPS матрица Full HD плюс разрешение. То есть Honor 10 Lite экран немножечко меньше. Друзья, если пристально смотрятся два эти экрана, то на самом деле отличий здесь особых нет. Отмечу, что экран у Honor 10 Lite кажется вот чуть-чуть ярче. Совсем чуть-чуть, но все эти значения, они как бы нивелируются, потому что если мы не сравниваем вплотную два этих телефона, то по сути эта разница вообще незаметна. То есть и там, и там, и яркость максимальная, и минимальная на хорошем уровне. То есть проблем никаких нет. Капелька у одного и у другого сверху, но я бы отметил, что у Honor 10 Lite капелька, ну, более такая красивая, что ли, да. То есть у Redmi капля такая вырезанная просто вот как топором. Если честно, друзья, это мои просто придирки. Вот под цветопередачей и тот, и другой телефон очень красиво, хорошо передают цвета. Мне нравятся цветопередачи и в одном, и в другом случае. Там есть совсем небольшая разница, о которой я просто говорить не хочу, потому что и нет в этом, друзья, никакого смысла. Следующий параметр это звук. А здесь вам придется положиться полностью на мое восприятие. Насколько оно хорошее, я не знаю, но я просто оцениваю, сравниваю два аппарата. В общем, и в одном, и в другом случае звук неплохой, так или иначе. Но если непосредственно сравнить два этих аппарата, то звук в Redmi Note 7 гораздо лучше. Там есть не совсем такой небольшой намек на басы, более такой чистый, четкий звук. И в Redmi Note 7, конечно, он мне понравился больше, поэтому галочка здесь достается Redmi Note 7. Шестой параметр — сканер отпечатков пальцев. Насколько он шустро срабатывает, в Redmi Note 7 просто мгновенный сканер отпечатков пальцев. Ты не успеваешь еще прикасаться, он уже разблокируется, и здесь, конечно, он гораздо-гораздо круче. В Honor 10 сканер отпечатков пальцев тоже справляется хорошо, но чуть-чуть он как будто бы подтормаживает. В целом, друзья, меня это как бы нисколько не заморачивает, но по факту здесь Redmi Note 7 опять выигрывает, потому что сканер отпечатков пальцев у него гораздо-гораздо шустрее. Седьмой момент, друзья, это дизайн. Дизайн — это штука такая очень субъективная, конечно, и здесь каждый смотрит по-своему. Одному нравится одно, другому нравится другое. И Honor 10 Lite, и Redmi Note 7 — красивые телефоны, отличные телефоны. Мне нравятся и один, и другой. Ну, можно сказать, что Redmi Note 7 немножечко красивее. Кому-то нравится Honor 10 Lite, но, в принципе, они не стыдные телефоны. Видно, что над дизайном работали как в одном, так и в другом случае. Следующий момент, восьмой, это модули связи. LTE как в одном, так и в другом случае работает великолепно. 4G, все дела, все остальное. Но у Honor 10 Lite есть великолепное преимущество в качестве NFC. Да, здесь есть NFC, в Redmi Note 7 NFC нет. Никаким образом его туда поставить просто-напросто невозможно. А мне так здесь очередной плюс заслуживает Honor 10 Lite, потому что NFC — классная штука, удобная. А следующий параметр — это порты. В Redmi Note 7 вы все уже знаете, что стоит USB Type-C. Великолепно, хорошо. В Honor 10 Lite — microUSB. Это, ну, не очень хорошо, так скажем. Два кабеля здесь тоже отличного качества. Стандартная зарядка идет и в одном, и в другом случае 5 Вольт 2 Ампера. Но в Redmi Note 7 можно опционально заказать себе еще зарядку Quick Charge 4.0. То есть отдельную быструю зарядочку вы можете себе великолепно докупить. Новый порт, привычный, удобный и так далее. Плюс Redmi Note 7. Десятый параметр — фото возможности телефона. Redmi Note 7, друзья, очевидно, здесь является фаворитом, если говорить об основной камере. А ту и другую камеру мы будем сравнивать на стоке. Вначале мы видим фотографию, сделанную на Honor, Honor 10 Lite. Приближаем наш тестер для линз и видим, что, в принципе, неплохая детализация. Где-то есть какие-то фрезы, непонятки, но фотография в целом получается неплохая. Это при хорошем освещении. К краю линзы идем, детализация немножко пропадает, появляются небольшие шумы, но, в принципе, все достойно. Делаем фотографию на Redmi Note 7. Видим, что детализация гораздо лучше, более четкий снимок такой получается. Четвертый ряд хорошо виден, пятого ряда не видно. В принципе, тоже нормально. Идем к краю линзы и видим, что все-таки, да, контрастность сохраняется. Линзы у Redmi Note 7 гораздо лучше. Далее делаем тот же самый тестер для линз, но уже в условиях не совсем хорошей освещенности, то есть меньше света попадает. Видим, что Honor начинает просто жесточайше мылить, да, то есть здесь уже такое не очень качественное изображение. Ну, а идем, когда мы к краю линзы, то видим, что тут вообще все в мыле. Далее на Redmi Note 7 он справляется гораздо лучше при условиях недостаточной освещенности. Видно, что тоже пропадает детализация, но снимок такой, в принципе, годный и четкий. К краю линзы идем и видим, что он здесь мылит, но тоже снимок остается более-менее таким сносным. А далее следующая фотография здесь просто на цветопередачу. В Honor, да, вот такая цветопередача. В Redmi Note 7 все то же самое. То есть нет каких-то вот как бы больших отличий в этих фотографиях. Далее в условиях вообще отсутствия нормального освещения эта фотография сделана в ванной комнате. На Honor 10 Lite видно, что вообще почти что ничего не видно, кроме вот здесь кусочка ванны. На Redmi Note 7 фотография уже хотя бы на фотографии что-то видно, да, то есть можно же залезить мыло, какие-то еще другие детали. То есть в условиях недостаточно освещенности Redmi Note 7 будет гораздо лучше фотографировать. Поэтому по фотовозможностям на основную камеру выигрывает Redmi Note 7. И видео возможности. Та и другая камера снимает в Full HD качестве, и та и другая камера стоковая. Давайте посмотрим примеры видео на основные камеры. Так, друзья, сейчас снимаем на основную камеру в Full HD качестве. Сейчас вот на Honor 10 Lite. Обратите внимание на цветопередачу, также на изображение и на колебание. То есть есть ли стабилизация или нет. Но понятно, что ее здесь нет. Сейчас снимаем на Redmi Note 7. Тоже обратите внимание на детализацию, также на цветопередачу и на стабилизацию. И обратите внимание, насколько лучше стабилизация в Redmi Note 7. Вот в этом, наверное, именно победа. Победа Redmi Note 7 в видеорежиме. То, конечно, здесь абсолютное преимущество за Redmi. И давайте посмотрим примеры фото и видео на фронтальную камеру. Снимок на Honor 10. Приближаем. Обратим внимание на детализацию. Неплохой уровень детализации. Хорошее освещение с окна. Мне фронталка на Honor 10 Lite нравится. Redmi Note 7. И, что называется, почувствуйте разницу. А разницы нет вообще никакой. Друзья, просто все по сути то же самое. Даже Honor 10 Lite где-то чуть-чуть совсем снимает лучше. И давайте посмотрим видео на фронтальные камеры. Вот, оценивайте, как пишет фронталочка на Honor 10 Lite. Вот такое качество изображения. Обратите внимание на цветопередачу в одном и в другом случае. Ну и, конечно, на детализацию и на то, как звук записывается непосредственно. Вот, оценивайте, как пишет фронталочка на Redmi Note 7. Вот такое качество изображения. Обратите внимание на цветопередачу в одном и в другом случае. Ну и, конечно, на детализацию и на то, как звук записывается непосредственно. Фронтальная камера и та, и другая мне понравилась. Как в фото-возможностях, так и в видео-возможностях. Поэтому плюс здесь остается Honor 10 Lite и Redmi Note 7. А следующий пункт, тринадцатый, это эргономика. Наверное, немногие обращают внимание на это, но по мне это действительно очень важный пункт. Эргономика это насколько удобен аппарат, насколько он удобен в руке, насколько удобно им пользоваться в повседневной жизни и так далее. В общем, друзья, если сравнить два этих телефона, то Honor 10 Lite однозначный победитель в этом отношении. Потому что он действительно очень удобен. Края более закругленные. И в руке он лежит, друзья, просто как влитой. Redmi Note 7 все-таки ближе уже немножко к такой лопате. И, может быть, не всегда удобно им пользоваться. Конечно, здесь на любителя. Ну и последний показатель, наверное, один из самых главных показателей, это цена этого телефона. Вообще, я возьму цены на Алиэкспрессе версию 3.32. Версия 3.32 Redmi Note 7 стоит около 12 500 рублей или около 195 долларов. Honor 10 Lite версия 3.32 стоит абсолютно такую же цену. 12 500 рублей приблизительно или около 195 долларов. У официалов Honor 10 Lite стоит 14 990 рублей. И Redmi Note 7, я немножко здесь закосячил, он дороже. У официалов стоит около 16 с копейками тысяч рублей. Давайте вначале почитаем плюсы каждого телефона. Redmi Note 7 заслужил 8 плюсов в разных категориях. Да, действительно, он справился. Honor 10 Lite получил 5 плюсов. Но, друзья, я хочу поделиться с вами некоторыми выводами, которые созрели в моей голове за время теста этих двух телефонов. Я вам скажу, что, да, однозначно победитель Redmi Note 7. И многие из вас так в комментариях, наверное, напишут, что Redmi Note 7 это просто крутейший телефон. Как ты их вообще можешь сравнивать с каким-то непонятным Honor? Вообще, как ты посмел это сделать, друзья? Да, вы, с одной стороны, будете правы, но я вам так скажу, что Honor 10 Lite мне тоже понравил. Вот это непроплаченный обзор. И смотрите, друзья, если вам нужна однозначно хорошая камера, основная камера, да, то это Redmi Note 7. Если вам нужна NFC и эргономичность, то это Honor 10 Lite. По фронталке, друзья, вы видели сами, да, это два аппарата абсолютно одинаковых. Конечно, вы можете еще больше выиграть в Redmi Note 7, если вы установите сюда Google камеру. И, конечно, по камерам он и в том, и в другом случае уже будет уделывать Honor 10 Lite. Но в целом, друзья, оказалось так, что Honor 10 Lite, ну, совсем не стыдный телефон. Действительно, в нем есть все необходимое, и он неплохо справился. Даже проиграл Redmi Note 7, ну, не так стыдно. Ни в одну калитку, что называется. Поэтому, друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь обязательно на этот канал, ставьте лайк этому видео, проходите по ссылочке в описании. Там есть великолепный Telegram-канал, ссылочки на один и на другой телефон, на самых лучших продавцов. Заказывайте, покупайте, если у вас есть такая возможность. Всем хорошего настроения, до следующих видосов. Всем пока-пока.